Добрый вечер, в эфире телеканала Латкари, в студии Варвара Мажаева. Сегодня в выпуске. Студенты Латкаринского промышленно-гуманитарного колледжа в день архива с экскурсий посетили архивное отделение нашего города. Порядок содержать очень важно, чтобы никакие документы не перепутались и можно было все с легкостью найти. Традиционная спартакиада трудовых коллективов нашего города на этой неделе началась с соревнований по плаванию. Мы будем заниматься, тренироваться больше, лучше, сильнее, выше, быстрее во всех видах спорта. Ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним в торжественной обстановке вручили памятные медали в честь 75-й годовщины Великой Победы. Ночью нас подняли по тревоге, выстроили. Ясно было, что надо было защищать Родину. Масштабные соревнования по конно-спортивной джигитовке прошли на базе КСК «Созидатель» город Латкарина. С каждым годом все больше и больше увлекается сюда молодежи. Это прекрасно. А также в этом выпуске вас ждут специальные репортажи от наших корреспондентов, авторские программы и другие новости политики образования и спорта. Оставайтесь с нами. День архивов России отметили в Латкарине. 10 марта для студентов промышленно-гуманитарного колледжа провели экскурсию в архивном отделе нашего города. День архивов России – праздник, который, к сожалению, не прошел полную процедуру учреждений российских профессиональных праздников. А вот впервые об архивариусах заговорили во времена Петра I. Именно он подписал в 1720 году генеральный регламент или устав. Этот документ в полной мере определил работу государственных служащих, а также подразумевал наличие новой государственной должности – архивариуса. Сегодня мы посетили архивный отдел городского округа Латкарина. Самые ранние документы, которые хранятся здесь, датируются 1939 годом. Это трудовые книжки сотрудников совхоза «Петровская». В честь этой важной даты в архивном отделе нашего городского округа провели экскурсию для студентов Латкаринского промышленно-гуманитарного колледжа. Студентам рассказали об особенностях работы архивного сотрудника. Архивисту необходимо не только проводить обработку исполнительных документов, которые требуют систематизации, но и знать срок хранения тех или иных документов в зависимости от их статуса. Далее указывается номер фонда, номер описи и единица хранения, которые хранятся в данной коробке. Архивные документы выдаются с письменного разрешения. На место выдаваемых из архива хранилищих документов, если мы вдруг забираем документ, мы должны положить карту заместителя. На ней заполнить все поля, чтобы потом, когда следующий человек пришел и вдруг не нашел этот документ, он понял, где он находится. Диана Смирнова, студентка колледжа, сюда в архивный отдел пришла в первый раз и сразу отметил для себя важные вещи, которые в дальнейшем ей пригодятся для работы в правоохранительных органах. Сегодня нам рассказали о том, как ведется дело в отчетах, как вообще состоит из себя бухгалтерия, как предоставлены документы, какая у них опись, как они располагаются, как правильно их искать и как с ними обращаться. Порядок содержать очень важно, чтобы никакие документы не перепутались и можно было все с легкостью найти. Но важно это очень сильно, потому что в современном мире мало ли какие произойдут казусы с сетью, с интернетом и нельзя будет, например, предоставить документы, сколько ты отработал, чтобы выйти на пенсию, когда была приводизирована твоя квартира. А с помощью архивов можно с легкостью узнать всю информацию и получить ее в кратчайшие сроки. Во время экскурсии учащиеся могли посмотреть архивные издания газеты «Латкаринские вести», справочник по фондам архивного отдела и многое другое, за исключением личных данных жителей Латкарина. Сейчас в архивном отделе работает 4 человека, а за все время его существования здесь работало 10. Это кропотливый труд, с которым может справиться не каждый. Терпение, усидчивость, скрупулезность, педантичность – всеми этими качествами должен обладать сотрудник архива. В День архивов я хочу прежде всего поздравить ветеранов архивной службы города Латкарина, которые часть своей жизни, труда, здоровья отдали в сохранности документальной истории города. Пожелать им крепкого здоровья, долгих лет, мира и спокойствия в их доме. Это Сдобникова Татьяна Васильевна, Минкина Людмила Ивановна, Шапо Валентина Михайловна, Шаповалова Нина Александровна, Глинкина Венера Заитовна. Спасибо вам огромное за труд, за помощь, за ваши знания и опыт, который вы передали нам, сегодняшним работникам архива. Всего вам самого доброго. В рамках спартакиады трудовых коллектива городского округа Латкарина 11 марта прошли соревнования по плаванию. О том, как происходили заплывы, смотрите в нашем сюжете. Традиция проведения спартакиады возродилась после длительного перерыва и открылась соревнованиями по плаванию. В состязании приняли участие 25 человек, представляющие 8 предприятий нашего города. Всем участникам предстояло преодолеть дистанцию 50 метров вольным стилем. Призовые места распределялись как в личном, так и в командном зачете. Сегодня, после долгого перерыва, практически 20 лет, прошло с последнего момента, как проводили спартакиады трудовых коллективов. Мы решили эти соревнования возродить. Вместе с общественной палатой города обратились к председателю совета директоров Петрухину Андрею Викторовичу с просьбой о содействии и поддержке нашей инициативы. Перед началом заплыва с приветственными словами к пловцам обратился первый заместитель главы администрации городского округа Латкарина Константин Кравцов. Первыми стартовали женщины, затем мужчины. По окончанию выступления всех команд и подведения итогов состоялась церемония награждения. Судьями было отмечено, что все участники показали хорошие результаты, но призовые места распределились следующим образом. Третье место заняла команда муниципального предприятия «Водоканал», второе – команда «Аолзос», а кубок победителя достался команде Латкаринского машиностроительного завода. Мы иногда ходим в бассейн три раза в неделю. Наш завод снимает бассейн три раза в неделю. Мы ходим, плаваем себе, тренируемся, надеемся, что это не попало даром. Вот видите, доказательство, что мы немножко занимаемся. И просто любим спорт. Мы будем заниматься, тренироваться больше, лучше, сильнее, выше, быстрее во всех видах спорта. Мы лучше! Мне кажется, что мероприятие сегодня получилось. Люди показали достойные результаты. Надеемся, что это сподведнет жителей нашего города к активному образу жизни, к занятиям спортом. В рамках спартакиады трудовых коллективов городского округа Латкарина в ближайшее время состоятся соревнования по настольному теннису, мини-футболу, волейболу и легкоатлетическая эстафета. Валерия Федотова, Денис Павлов, новости Латкарина. В честь предстоящего празднования 75-й годовщины Великой Победы в городе Латкарине проходят церемонии награждения ветеранов, тружеников тыла и узников концлагерей. Памятными медалями 75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 12 марта подобная церемония для восьми почетных жителей города состоялась в школе номер три. Памятные награды ветеранам вручили глава городского округа Латкарина Евгений Серегин и депутат Мособлдумы Юрий Липатов. В мероприятии также принял участие ветеран Великой Отечественной войны Евграф Александрович Лапко, который поделился своими военными воспоминаниями. Учащиеся образовательного учреждения подготовили для почетных гостей полноценную концертную программу с трогательными вокальными номерами, чтением стихов военного времени и танцевальными номерами. После концерта состоялось чаепитие, которое позволило всем участникам мероприятия пообщаться в дружеской атмосфере. Я жил на Кубани, в Черкесске. Это примерно километров пятьсот, совсем близко. Они уже взяли Краснодар, уже Ставрополь 4 августа был взят, это 100 километров от Черкеска. И вот тогда ночью нас подняли по тревоге, выстроили. Ясно было, что надо было защищать родину. Также в рамках торжественного мероприятия глава городского округа Латкарина Евгений Серегин передал в школьный музей макет тактической управляемой ракеты класса «Воздух-Земля» ХАТ-31, выпускающейся на Латкаринском оборонном предприятии Тураевское машиностроительное конструкторское бюро «Союз». Максим Белозеров, Алексей Устинов. Новости Латкарина. Мой дед Михаил Иванович Суров пошел на войну 19-летним мальчишкой. Появил в муторазведке в составе танкового батальона. Боевал на Курской дуге. Тяжелое ранение у него было. И потом под Кенигсбергом тяжелая контузия. Там он и закончил свой боевой путь. Его уже нет в живых, но я о нем помню и вспоминаю очень светло. Дедуля Миша. Михаил Иванович Суров. Я знаю. А ты? Сразу два крупных соревнования прошли на базе конно-спортивного комплекса «Созидатель». За состязаниями всадников со всей России наблюдал Максим Белозеров. 7 марта на базе конно-спортивного комплекса «Созидатель» города Латкарина состоялись соревнования по джигитовке Кубок Федерации конного спорта России и Муниципальный кубок главы города Латкарина. В федеральном турнире приняли участие конники из Москвы, Латкарина, а также из Ленинградской, Воронежской и Калининградской областей. Всего порядка 35 участников различной квалификации. Спортсмены показали свою подготовку во владении оружием специальной и вольной джигитовки. Вольная джигитовка – дисциплина, в которой спортсмен должен продемонстрировать ряд акробатических приемов на лошади, а специальная джигитовка требует от всадника искусного владения таким оружием, как пика, лук, метательный нож и пистолет. Своё умение в обеих дисциплинах всадники должны были продемонстрировать на лошади двигающейся энергичным галопом, поэтому от участников требовалась не только великолепная физическая подготовка, но и мастерство управления ездовым животным в нетипичных для этого условиях. Данный турнир имел статус квалификационных соревнований. Всадники могли выполнить нормативы для получения спортивного разряда. Мы даём возможность на этих соревнованиях молодым юным спортсменам зарабатывать себе очки, зарабатывать себе разряды, а затем, кстати, уже ехать на всероссийский, на КМС и на мастеров спорта. Поэтому мы видим сегодня, что к нам на соревнованиях Лыткарина, в Московскую область, приехали сегодня больше 35 участников, это мощная школа сегодня, и приехали самые такие уже и юные, молодые, девчонок очень много, ну и самое главное, именитые уже ребята, сильные, крепкие спортсмены, те, которые, по сути, могут уже бороться за первыми местами. Также на мероприятие были приглашены почётные гости. Одним из них стал Евгений Богородский, член гильдии каскадёров при Союзе кинематографистов Российской Федерации. Главный каскадёр и постановщик конных трюков масс-фильма и потомственный казак. Я сейчас хочу отметить, что по сравнению с теми первыми соревнованиями, что было, были уже как бы мы каскадёры, в основном, которые работали в кино и делали джигитовку, выступали на соревнованиях. Но сейчас расширилась география. Это прекрасно, очень прекрасно, что с каждым годом всё больше и больше вовлекается сюда молодёжи. Это прекрасно. И усовершенствованные правила, это очень хорошо. И сейчас разряды, потому что мы добивались, чтобы это был как вид спорта. Вы понимаете, национальный вид спорта джигитовка. И в силу того, что я работаю в кино, ещё до сих пор езжу и консультирую, ставлю трюки. Редко бывает в последнее время приезжать. Но я и раньше приезжал, и привозил команды сюда, и выступали мои ребята, команда. Но больше сейчас выглянуло. Вот как я приезжаю сюда и вижу, как говорят, незамыленным глазом, какой выросло. Вот сегодня я увидел, как чисто они едут. И оружие, рубка, шашка, пика, всё идёт. В состязаниях также приняли участие и джигиты девушки, которые отнюдь не уступали в чистоте и сложности исполняемых элементов опытным конникам-мужчинам. Мы выступали в дисциплинах «Вольная и специальная джигитовка». В этом виде спорта важно как взаимодействие с конём, так и умение владеть оружием. Если ты не умеешь владеть конём, то, соответственно, проехать оружие очень сложно. Поэтому нужно контролировать как и себя, своё тело, свои руки, и контролировать коня. В этом году мы на соревнованиях выполнили у себя в городе Санкт-Петербург второй разряд, и я, и Лера. По итогам соревнований в абсолютном зачёте третье место занял Роман Кустов. Вторым стал Константин Заскалов, спортсмен КСК-созидатель города Латкарина. А победа в упорной борьбе также досталась латкаринскому спортсмену Владимиру Сергееву. Победители и призёры были награждены кубками и медалями. А всем участницам соревнований в честь Международного женского дня были подарены цветы. Максим Белозёров, Денис Павлов. Новости Латкарина. Привет с фронта. Мероприятие под таким названием прошло 11 марта в Латкаринском историко-краеведческом музее. Оно приурочено к открытию выставки «Письма с фронта. Живая память латкаринцев», посвящённое 75-летию Великой Победы русского народа над фашизмом. Это поистине масштабный проект, который напрямую связан с нашими земляками и Великой Победой всей страны. Как уже известно, в 41-м из Латкаринской школы номер 37, ныне гимназии номер 1, 52 ученика сразу после выпускного ушли на фронт. В связи с этими событиями самый первый музей боевой славы появился именно в этом образовательном учреждении. И именно туда, в послевоенное время, люди несли и письма, и медали, гильзы, немецкие трофеи и русскую военную амуницию. Всё то, что помогло сохранить настоящую историю. Когда уже в 76-м году образовался наш музей, то люди стали приносить свои реликвии и в Латкаринский музей. И так получилось, что часть фронтовых писем хранится в гимназии номер 1, а часть – в нашем музее. И вот к этому юбилею мы решили объединить наши архивы. А вот если вы посмотрите на стенды, то здесь представлены и подлинные письма, но есть такие письма, которые уже нельзя экспонировать. Очень хрупкая бумага, выцветшие чернила, их совершенно невозможно прочитать. И вот была нами проведена большая работа, чтобы эти письма расшифровать. Совместными усилиями им удалось собрать письма латкаринцев, тех самых выпускников. Они писали родителям, рассказывали о своей военной жизни, о том, как они сражаются с врагом. А ведь когда-то эти мальчишки пришли в первый класс. Они мечтали быть врачами, инженерами, поварами и строителями. В итоге 29 человек не вернулись с фронта. Судьбу 25 из них удалось проследить путем кропотливой работы, не только с письмами, но и учебниками, чтобы вычислить, каким путем шла рота и под какой деревней погиб бывший ученик родной латкаринской школы. Учащийся гимназии номер один вместе с куратором музея образовательного учреждения Татьяной Юрьевной Топера расшифровали многие письма и озвучили их специально для выставки. Я предлагаю послушать одно из писем Алексея Петрина. Это был комсомольский лидер, отличник. В общем, такой пожар своего рода. Письмо Алексея Петрина к Шукляковой Елизавете Дмитриевне, классному руководителю. 31 октября 1941 года. Здравствуйте, дорогая Елизавета Дмитриевна. Недели три назад я послал вам свое первое письмо, до которое с нетерпением ждал ответа. Но напрасно, его почему-то все еще не последовало. И теперь, если он прибудет сюда в ближайшие дни, то его уж мне не получить, ибо завтра я покидаю Правдинск. Перед этим вам надо знать, что сегодня приказом наркома военно-морского флота мне присвоено звание старшины первой статьи. И это для меня, как и для других моих товарищей, явилось полной неожиданностью. Дело в том, что звание это достаточно высокое, если сравнивать продолжительность нашей службы и наше знание в ней. Например, у нас в ДОТе до сегодняшнего дня звание старшины первой статьи имеет только один старшина рода. Все же комкомсвода и командиры отделений имеют звание старшины второй статьи. Среди гостей мероприятия были не только учащиеся гимназии, но и представители Совета ветеранов педагогического труда, председатель которого, Нина Владимировна Ионова, поблагодарила всех за то, что помнят и сохраняют историю родного города и всей страны. Пришла на мероприятие и Шумакова Лидия Николаевна, дочь одного из тех выпускников школы номер 37, Николая Черныховского. Прям до слез. И когда я увидела фотографию, простите, пожалуйста, просто могла сдержать слезы любви и слезы благодарности людям, которые сохранили вот это все достояние для нас, для наших потомков. Значит, да, я дочка, старшая дочка Николая Семеновича Черныховского, которая была в центре фотографии. Оберните фотографии. Фотографии. В 1936 году он родился на Украине в 1922 году. Во время голодовки умерла его мать, и они с отцом переехали в Лыткарин, когда в 1936 году строится стало завод оптического стекла. Здесь он пошел в школу, кончил в школу в 1941 году и был направлен на Ленинградский фронт. Я очень благодарна, что вы, в общем, собираете покрупиться в наше наследие. И очень хочется сказать ребятам, чтобы они сохраняли то, что было завоевано и отцами, и дедами, приумножали и воспитывали в этом ракурсе своих детей, которые у вас, конечно, будут. Спасибо вам большое. И вам спасибо. Экспозиция Лыткаринского историко-краеведческого музея уникальна. Здесь есть еще черно-белые фотографии завода оптического стекла в военные годы. Военные письма, сохранившиеся с тех лет. И со всех стен смотрят наши лыткаринцы. Настоящие герои страны, которые сделали все, чтобы нынешние первоклассники могли по-прежнему жить и мечтать о разных профессиях. Варвара Можаева, Денис Павлов, телеканал Лыткари. Мы вечно заняты и вспоминаем о своем здоровье только тогда, когда оно само напомнит о себе. Полис ОМС – это ваша защита. Он гарантирует ваши права на бесплатную медицинскую помощь. Как найти своего страхового представителя? Это просто. Звоните по телефону контакт-центра, указанному на памятке, полученной вами при выдаче полиса ОМС, или на сайте вашей страховой медицинской организации. Все крупные страховые медицинские компании имеют круглосуточные колл-центры, в которые можно дозвониться в течение 20 секунд и получить ответ на интересующий вас вопрос. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Доброе дело начинается с одного клика. У вас во дворе свалка мусора, не горят фонари, на дорогах ямы? Добродел поможет все исправить. Ведь теперь мы в Подмосковье решаем проблемы вместе. В Керчи произошел несчастный случай. Ребенок выпал из окна многоэтажки в самом центре северной столицы. Квартира проветривается, мама готовит на кухне обед. Десятый этаж, балкон, ребенок. Малыш оперся руками о москитную сетку и выпал в открытое окно. Шансов на спасение почти не было. На окне вылычет кошка, рядом куколка сидит и на улицу глядит. Скажем кукле, скажем кошке, не сидите на окошке. Неужели вам не ясно? На окне сидеть опасно. Нельзя открывать окна без взрослых. Нельзя залезать на подоконник и не надо полазить в окно. Потому что можно кубырком вот так вот упасть из окна. Уважаемые родители, сегодня у вас есть время рассказать об этой опасности своим детям. Не повторяйте чужих ошибок, ведь завтра может быть уже поздно. И на месте этой игрушки окажется чья-то жизнь. 10 марта в ДК «Центр молодежи» состоялся юбилейный концерт образцового коллектива современного танца «Нью Стайл». Сегодня в Доме культуры «Центр молодежи» собрались неравнодушные к танцевальной культуре люди, чтобы вместе разделить любовь к танцу, ритму и движению. Руководит коллективом «Нью Стайл» Надежда Барченкова – перспективная творческая личность, вложившая за 10 лет в свое детище множество сил и труда. Намеренная не останавливаться на достигнутом, а развиваться дальше, получать множество наград и радовать зрителей с ног сшибательными, яркими выступлениями своего коллектива. Основной состав коллектива «Нью Стайл» уже давно гастролирует по городам России, участвует в министерских и международных фестивальных конкурсах. Концертный зал Дома культуры был переполнен до отказа. В числе зрителей были те, кто давно следит за коллективом «Нью Стайл», а также те, кто только сейчас начал открывать для себя этот замечательный коллектив. В начале концертной программы зрители увидели фильм «Нью Стайл», в котором рассказывались история и жизнь коллектива, как шаг за шагом участники со своим руководителем росли и добивались успеха. С поздравительной речью на сцену вышел заместитель главы администрации городского округа Латкарина Владимир Хромцов и вручил руководителю коллектива Надежде Барченковой благодарственное письмо председателя Московской областной думы и грамоту главы городского округа Латкарина Евгения Серегина. Десять лет – это уже немало. И я хотел бы пожелать также от имени главы коллективу «Процветание», чтобы все дети, которые непосредственно учились современному танцу, достигли очень серьезных показателей успехов. Ну и самое главное, когда вы будете выступать на международных площадках, вы не должны забывать корни, откуда вы, и что именно Латкарина стала стартовой площадкой для вашей деятельности. Поэтому поздравляю еще раз ваш коллектив и «Процветание» и «Только вперед и вперед». В этот вечер зрители смогли насладиться самыми известными и всеми любимыми танцевальными работами «Нью Стайл», а также новыми постановками. Концерт предоставил возможность в полной мере увидеть номеров, мастерство исполнителей, красоту костюмов, яркость красок композиций и настроение его участников. Валерия Федотова, Алексей Устинов, Новости Латкарина. Участники интеллектуальной игры «Росквиз» от городского округа Латкарина посетили выставку «Человек и война. Нерассказанная история», посвященная 75-летию победы в Великой Отечественной войне в Государственном центральном музее современной истории России. Представители команды «Латкари» городского округа Латкарина во главе со своим капитаном Юрием Егоровым совершили экскурсию на выставку «Человек и война. Нерассказанная история». В центре внимания выставки – человек и его бытие в экстремальных условиях военной повседневности. Тут представлены более 300 предметов, среди которых материалы, скомплектованные в военные годы, недавно найденные артефакты, материалы из семейных альбомов. В экспозиции сотни подлинных вещей, документы, фотографии. Напомним, что в прошлом году команда «Латкари», состоящая из членов партии «Единая Россия», сторонников и молодогвардейцев, приняла участие в финале интеллектуальной игры на логику и сообразительность «Росквиз». Организаторы выделили латкаринцев среди команд других муниципалитетов, отметили их активность в участии и организации проведения игры в своем городе и наградили их приятным бонусом в виде посещения данного масштабного выставочного проекта. Концерт, посвященный всем женщинам, защищавшим нашу Родину в годы Великой Отечественной войны, состоялся в детской музыкальной школе Латкарина. Подробнее в нашем следующем сюжете. 12 марта в концертном зале Латкаринской детской музыкальной школы состоялся концерт-посвящение под названием «У войны женское лицо». Воспитанники учреждения подготовили программу, в которой вспомнили подвиги женщин, защищавших нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Учащиеся разных отделений музыкальной школы исполнили множество музыкальных произведений от классических инструментальных композиций, таких как «Элегия» Сергея Рахманинова и «Ноктюрн» Эдварда Грига, до вариаций на тему казачьих и народных песен и произведений, посвященных теме войны. Также участники концерта подготовили небольшие театрализованные зарисовки, в рамках которых зрителям были показаны фрагменты из фронтовой жизни девушек тех лет. Радистки и снайперы, зенитчицы и разведчицы, артиллеристки и летчицы. Трудно недооценить подвиг представительниц отнюдь не слабого пола в страшные годы Великой Отечественной войны. Максим Белозеров, Алексей Устинов, Новости Латкарина. Мошенничество, пенсионные аферы, незаконные увольнения, задержка зарплат. На примере реальных событий мы расскажем, как отставить свои права и добиться справедливости. Сила в правде. Смотрите документально-правовой проект Генеральной прокуратуры и интернет-телеканала «Царьград». Генеральной прокуратуры и интернет-телеканала «Царьград». Генеральной прокуратуры и интернет-телеканала «Царьград». Генеральная культурной справа «Царьград» Субтитры создавал DimaTorzok Наши корреспонденты первыми оказываются на самых значимых и обсуждаемых событиях. А в объективы наших камер попадают только яркие и достойные кадры на земле и воздухе. Мы видим Латкарина иначе и показываем эту жизнь вам. Смотрите нас в понедельник, среду и субботу в 16.00 и 22.00 на телеканале МИР24. Будьте с нами, держите руку на пульсе города. Праздничное мероприятие, приуроченное к Международному женскому дню, прошло в пятницу 6 марта в Обществе инвалидов городского округа Латкарина. Поздравить милых женщин из общества инвалидов города с наступающим замечательным весенним праздником пришел депутат Московской областной думы, руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Московской области Владимир Жук. Депутатам было отмечено о глобальном развитии Московской области, о больших переменах в лучшую сторону, а также о том, что бюджет Московской области увеличивается из года в год и появляется еще больше возможностей делать то, что нужно людям. Сегодня я хотел бы поздравить вас с тем праздником, который у нас скоро предстоит, 8 марта, это большой женский праздник. Сегодня женщины у нас конкурируют во всех сферах вместе с мужчинами наравне, а кое-где даже их перегоняют, поэтому это такое есть. Но у женщин еще есть самое важное, это воспитание детей. Воспитание детей, нагрузка основная все-таки по уходу за детьми ложится на женщину. Мужчина – это добыча, он приносит добычу домой, а дальше женщина ее разделывает, создают в доме, ухаживают за детьми и так далее. Поэтому давайте оставим все так есть. Женщинам это женское, а мужчинам это мужское. А сегодня я с удовольствием хочу поздравить вас с этим наступающим праздником, пожелать всем крепкого здоровья, благополучия, мира, добра, любви. И знаете, вот я недавно услышал, самое лучшее наряд для женщин – это счастье. Носите его, не снимая. Спасибо большое. На праздничном мероприятии также присутствовали заместитель главы городского округа Латкарина Владимир Хромцов, заместитель председателя совета депутатов Юрий Егоров и председатель общества ветеранов города Владимир Иванов. Музыкальными подарками порадовали членов общества воспитанники детской музыкальной школы, наполнив уютный зал мелодичными звуками – флейты, домры, саксофона, аккордеона и мандолины. После концертной программы для всех собравшихся было организовано совместное чаепитие. Накрыть щедрый стол обществу помог депутат Московской областной думы Владимир Жук. За праздничным столом все собравшиеся говорили друг другу добрые слова, желали здоровья и счастья, вместе пели любимые песни. Депутат также преподнес членам общества эксклюзивный подарок – премиум блюда в стиле кжель ручной работы. Мероприятие продолжилось танцами, представители старшего поколения забыли о своем возрасте и заботах, отдохнули и вспомнили молодость. Каждой женщине был подарен букет весенних цветов. Члены общества инвалидов города поздравляют всех женщин Латкарина с 8 марта, желают необыкновенно светлых и радостных дней, мира и согласия. Валерия Федотова, Алексей Устинов, Новости Латкарина. В воскресенье 1 марта на центральной площади городского округа Латкарина прошли традиционные гуляния, посвященные прощанию зимой. На центральной площади города было весело и задорно. Жителей и гостей праздника ожидала насыщенная программа, подготовленная работниками культуры. Дорогие друзья, мы с вами еще немножечко потанцуем. И моя самая-самая любимая масляничная игра «Стенка на стенку». Праздничное мероприятие посетил глава городского округа Латкарина Евгений Серегин. Воскресенье является последним днем торжества. Это наиболее значимый день масленичной недели. Люди готовят себя к великому посту, который начинается спустя день. Последний день масленицы принято называть «прощенное воскресенье». В это время народ извиняется перед близкими, в ответ те также просят прощения за все свои грехи и обиды. По сложившейся традиции воспитанники и педагоги творческих объединений подготовили для горожан концертные программы. Они показали театрализованное игровое представление, где главными героинями, помимо самой масленицы, были зима и весна. Сказочные герои приглашали всех жителей города принять участие в конкурсной игровой программе, в которой самые ловкие участники получали сладкое угощение. Звонкие и задорные народные песни и перебаутки поднимали настроение и веселили публику. Веселые хороводы, бои подушками, перетягивание каната и другие народные игры раззадорили гостей. А в конце мероприятия было сожжено чучело масленицы, чтобы вместе с огнем ушло все плохое. Праздник прошел весело и с размахом. Всех присутствующих угощали вкусными блинами и горячим чаем. Валерия Федотова, Алексей Устинов, Новости Латкарина. Вертолет территориального центра медицины катастроф в Московской области 3 марта доставил Латкаринца после страшного ДТП в родной город. На борту этого вертолета наш земляк, 55-летний мужчина. 7 февраля он попал в страшное ДТП. Перелом обеих ног в области голени, ребер, ранение живота и черепно-мозговая травма. Со всеми этими многочисленными травмами он был доставлен в Люберецкую областную больницу. Был он доставлен 7 февраля после ДТП в Люберецкую областную больницу. Его состояние там стабилизировали. И на следующий день его перевели для выполнения высокотехнологичных видов операций в госпиталь имени Вишневского, в министерство обороны, в городе Красногорск. Там пациента вывели из состояния шока, провели все необходимые этапные операции. Дальнейшее лечение он будет проходить в Латкаринской городской больнице. С 8 февраля он находился в госпиталь Вишневского. По стабилизации состояния он переведен к нам для дальнейшего лечения. Какое отделение будет? В травматологии. В травматологии. На ваш взгляд, сколько весов понадобится на восстановление? Знаете, сейчас сложно сказать, но не менее полугода. Для того, чтобы кости срослись, переломы срослись. И общее состояние его уже позволило ему вернуться к нормальной жизни. Главный врач больницы Андрей Береснев выразил особую благодарность администрации городского округа Латкарина и руководителю территориального центра медицины катастроф Московской области Игорю Макарову за организацию транспортировки пациента. Варвара Можаева, Максим Белозеров, телеканал Латкари. Мои родители Галина, Галю, ее звали мама, Семен Петрович, отец. Они работали на химическом заводе, и их цех разливал жидкость молотого, противотанковую жидкость, очень вредную. Это был наш вклад в нашу победу. Я знаю, а ты... С 1 февраля в городе Латкарина проходят 5-е юношеские чтения по космонавтике, астрономии и оптике «Сила света». Подробнее материали наших корреспондентов. Пятый год подряд в нашем городе проводятся юношеские чтения по космонавтике, оптике и астрономии «Сила света». В этом году приняло участие рекордное количество желающих – 54 человека. Из них только 30 прошли в полуфинал конкурса. Сегодня наши школьники рассказывают о своих исследованиях в области изучения астрономии, космонавтики и оптики. В этом году наиболее популярными номинациями стали «Космическая техника и наземные комплексы для исследования Земли из космоса» и «Оптика наука XXI века». У нас все участники делятся на возрастные категории – это 7-е и 8-е классы, 9-е и 11-е, и студенты колледжа и Российского технологического университета МИРАА, поскольку в нашем конкурсе принимают участие учащиеся с 14 до 18 лет. Меркулов Дмитрий рассказывает сегодня о работе организации космодромов. Тему он выбрал не случайно. В следующем году он планирует поступать в Московский государственный технический университет имени Баумана на факультет фундаментальных наук. Ведь в дальнейшем он видит себя проектировщиком в отрасли космонавтики. Мне лично понравилась именно физика расположения космодромов, то, что космодромы выгоднее располагать к экватору. Почему? Расскажите. Потому что чем ближе космодром к экватору, тем больше дополнительная скорость, которую получает ракета-носитель при старте. Скажите, пожалуйста, насколько нужны вот такие мероприятия, вот такие, скажем так, масштабные проекты для наших школьников? Ну, я считаю, что это очень интересно. Это помогает, так сказать, развивать речевой аппарат. Вот. И, в принципе, как старт в науке получается. Девушки в этом конкурсе, несмотря на сложные темы, тоже пробуют свои силы. Варвара Козлова, учащаяся гимназии номер один, готовила доклад по теме «В поисках астероидов». В юношеских чтениях участвует не первый раз. Она уже знает, как выступать перед строгим жюри и как правильно оформлять работу, чтобы зрителям было интересно. Я рассказываю про то, какие астероиды, как их обнаружить и как предотвратить их попадание на Землю. Скажи, пожалуйста, почему ты выбрала эту тему? Я выбрала эту тему, потому что это очень актуально на данный момент. Астероиды постоянно движутся вокруг орбиты нашей Земли, и их попадание приносит огромный ущерб, может, даже катастрофой. В прошлом году я тоже участвовала и рассказывала про именно космическую технику. Вот тогда я заняла первое место и даже на УЗОСе победила. Было очень круто. Мне понравилось. Сегодняшнее мероприятие прошло на трех площадках. В Историко-Краеведческом музее, в выставочном зале музея, здании усадебной людской и на территории Латкаринского завода оптического стекла. Жюри представили ведущие специалисты ЛЗОС, сотрудники Латкаринского историко-краеведческого музея и педагоги Российского технологического университета МИРЭА. Причем каждую номинацию оценивали разные представители в рамках своей компетенции. С каждым днем все более расширяется сфера прикладного использования космонавтики. Служба подвода, навигации, спасения людей, спасения лесов. Всемирное телевидение, всеобъемляющая сеть, сверхчистые лекарства и полупроводники с орбиты. Самая передавая технология – это уже и сегодняшний день, и очень близкий завтрашний день. Спасибо за просмотр. В каждой номинации им предстоит выбрать по три лучших докладчика, которые выйдут в финал и будут представлять свои работы уже на территории завода оптического стекла 9 апреля. Финалистам этого масштабного проекта представится возможность выступить на втором корпоративном конкурсе «Швабы. Сила света», в котором примут участие школьники и студенты из других регионов страны. Варвара Можаева, Денис Павлов, телеканал «Латкари». День народной культуры отметили в Латкаринской школе номер два. О том, как проходил праздник, смотрите в нашем сюжете. День народной культуры. В этом году семинар «Славянская радуга» уже четвертый год подряд становится одним из самых ярких праздников для педагогов и учащихся школы номер два. Он традиционно проводится в начале весны на масленичной неделе ближе к концу третьей четверти. Этот день требует огромной подготовки, прежде всего от педагогов школы. Все кабинеты и школьные коридоры в этот день имеют непревзойденную красоту. В украшениях интерьера используется русский национальный орнамент. Все это делается руками детей при помощи педагогов и классных руководителей. Вместо привычной школьной формы учащиеся и педагоги образовательного учреждения наряжаются в русские народные костюмы. В каждом кабинете идут открытые уроки. Учитель в этот день ведет свои уроки, опираясь на тему праздника. В классах сегодня идут открытые уроки. Каждый учитель подготовил свой урок, свой предмет с учетом национального компонента. Некоторые учителя ведут предмет вместе, например, литература, история, технология, изобразительное искусство и так далее. Мне кажется, это очень интересно, тем более в такой праздник и учитывая его тематику. У нас традиционно на этом мероприятии еще и проходят концерты. Ежегодно каждый класс старший совместно с младшим готовит концертный номер. И начиная с третьего урока в актовом зале идут концертные номера. Третий, четвертый, до шестого урока проходят концерты. Каждый класс участвует в этом празднике. На каждой перемене учащиеся старших классов организовывают игры для всех участников школы. А одна из больших перемен обязательно посвящается прикладному искусству, народному творчеству. Дети, которые сами умеют вязать, вышивать, ткать на станке, плести кружево, выжигать, показывают свое искусство. На переменах мы играем в различные игры, которые также играли на Руси, в Ручеек, в Бояр. Также у нас проводятся тематические уроки в классах, кабинетах. Также все учителя, ученики тоже переодеваются. Мы кушаем блины и чтим традиции наших предков. Вам интересно все это? Да, очень. Это очень весело. Ждем каждую перемену с нетерпением. А вы как-то к этому празднику готовитесь? Да, готовимся. Мы делаем украшения для школы, учителя с нами готовили мероприятия к этому дню. И все потом это происходит на больших переменах. На переменах дети знакомятся с русскими народными играми и многие впервые узнают о том, что это интересно и увлекательно. Мы празднуем праздник Масленица. Нам дали петушки на палочке и, наверное, сейчас будем есть блины и карабай. Тебе нравятся такие мероприятия? Да. У нас праздник. Все наряжаются в костюмы красивые русскими народные. И у нас была игра «Что, где, когда». И мы заняли второе место. С нами соревновались взрослые. Они получили первое место. Пекли блины, заготавливали еще что-нибудь. Мы учили танцы, учили песни, потом их пели. Вам нравится, когда в школе проходят такие праздники? Да, потому что уроки короткие. А мне еще нравится, потому что можно беззаботно повеселиться и получать угощение. И еще можно приятно провести время. Мне нравятся эти праздники, потому что много приходят гости. Мы рассказываем стихотворение. Это весело. Танцуем. Ну и много чего делаем. Начиная с третьего урока все классы показывают концертные номера. Каждый старший класс совместно с младшим подготавливают номер, включающий песни и народные танцы. Почетными гостями праздничного семинара были заместитель главы администрации городского округа Латкарина Владимир Хромцов, начальник управления образования города Юлия Двойнева и настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы Иоанн Шередекин. Каждый год проходит этот праздник. Собирается вся школа, одевается в русские народные костюмы. Это день русско-народной культуры. Проводятся уроки по тематикам этим. Играется в игры на переменах, играет музыка. Развлекаемся как можем. Все-таки школа номер два, наша любимая. Главная цель праздника – возродить интерес к русским фольклорным традициям, сделать глубокой духовной потребностью освоение и передачи многовекового опыта народа через формирование положительного восприятия народного искусства. Валерия Федотова, Алексей Устинов, Новости Латкарина. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Подмосковье реализуется проект по формированию комфортной среды. Но часто рядом со своим домом можно увидеть строительный мусор. Жить рядом с отходами, особенно с крупногабаритными, не только некомфортно, но и небезопасно. Крупногабаритный мусор — это не только мебель и отслужившая срок бытовая техника, но и строительные отходы, сбор и вывоз которых по своим размерам и характеру, производятся в бункерах-накопителях. Даже обычный деревянный стул или телевизор должны быть выброшены в специальный бункер увеличенного объема и грузоподъемности. Такие отходы должны собираться на специально отведенных площадках или в бункерах-накопителях и вывозиться мусоровозами. Сбор и вывоз крупногабаритных отходов входит в общую стоимость услуг по вывозу мусора. Однако строительный мусор должен вывозиться собственником квартиры самостоятельно. Планируя ремонт в квартире, вы обязаны заключить отдельный договор на сбор и вывоз строительного мусора со своей управляющей компанией. Если ремонт делает строительная фирма, то этот пункт должен быть в договоре на ремонт. Несоблюдение этих требований влечет наложение существенного административного штрафа. Если вы планируете выбросить крупногабаритный мусор самостоятельно, то узнать место хранения можно на сайте администрации вашего города. Сделаем сами свой двор чистым, а жизнь комфортной. Глава городского округа Лыткарина с рабочим визитом посетил Тураевское машиностроительное конструкторское бюро «Союз». В состав делегации также вошли депутат Московской областной думы Юрий Липатов, председатель Совета депутатов городского округа Лыткарина Василий Деребин и первый заместитель главы Константин Кравцов. ТМКБ «Союз» — это оборонное предприятие, расположенное в городе Лыткарина. Является разработчиком двигателей для космоса и военно-промышленного комплекса мирового уровня. Располагает структурой, позволяющей полностью замкнуть цикл создания двигателей и двигательных установок для летательных аппаратов. За свою более чем 40-летнюю историю специалистами конструкторского бюро накоплен большой опыт в создании жидкостных реактивных двигателей различного назначения, двигательных установок стабилизации и коррекции космических аппаратов, прямоточных воздушно-реактивных двигателей для крылатых ракет. Представители власти в дружеской обстановке пообщались с коллективом оборонного предприятия, ответили на вопросы, касающиеся жизнедеятельности города, перспективного развития муниципалитета и обсудили предстоящее общероссийское голосование по поправкам Конституции Российской Федерации, назначенные на 22 апреля. Первому заместителю главы Константину Кравцову дано поручение взять все поступившие вопросы на контроль и в скорейшее время дать ответ и решение по каждому из них. Максим Белозеров, Денис Павлов, Новости Латкарина. Открытое первенство городского округа Латкарина по спортивным бальным танцам состояло с 1 марта в ДК Центра молодежи. 160 участников разных возрастных групп демонстрировали свое танцевальное мастерство, как в парах, так и соло. 100 комплектов медалей и 24 кубка. Творческие коллективы города приняли участие в открытом первенстве по спортивным бальным танцам. Участники разных возрастных категорий от 5 до 15 демонстрировали свои танцевальные навыки. Организаторы мероприятия – администрация городского округа Латкарина, ДК Центр молодежи и коллектив спортивного бального танца «Драйв». Бальные танцы – полноценный вид спорта, он требует невероятной выносливости, силы и физической активности. Там есть строгие правила исполнения и требования к внешнему виду. Так, например, классические танцы, к которым относятся медленный вальс, венский вальс, квикстеп, танго и медленный фокстрот – эти танцы исполняются парой в позиции, которую нельзя разрывать. При этом девушки должны быть в длинном платье в пол, а партнер – в классическом костюме. Латиноамериканские танцы вроде ча-ча-ча, самбо, джайв исполняются более свободно. При этом внешний вид тоже меняется. У девушек более короткое и открытое платье. Партнер надевает другой костюм. По словам главного судьи соревнований Игоря Фуфорина, за каждым выступлением участников следила квалифицированная жюри. Музыка Для того, чтобы попасть в тройку победителей, юным танцорам необходимо было набрать один балл. Ну а для первого места – целых три. При этом на сцену выходило от пяти до десяти человек. Участники первого отделения в своей аттестации получили дипломы первой, второй и третьей степени, в зависимости от количества набранных баллов. Победителям вручили кубок. Во втором отделении спортивные пары категории ювеналы-юниоры, соло и в парах тоже были награждены дипломами, медалями и кубками. Варвара Можаева, Алексей Устинов, телеканал «Латкари». 2 марта в администрации городского округа «Латкари» состоялась встреча с участниками долевого строительства двух проблемных домов нашего города. Корпуса номер 2 жилого комплекса «Президентский» на улице Ухтомского и дома номер 4 по улице «Набережная» жилой комплекс «Высокий берег». В совещании приняли участие глава городского округа «Латкари» Евгений Серегин, профильные заместители по вопросам строительства и ЖКХ, сотрудники прокуратуры и полиции, а также представители компаний-застройщика. Участники встречи всесторонне обсудили сложившуюся непростую ситуацию. Дольщики смогли задать волнующие вопросы и обратиться к городским властям с рядом просьб, касающихся их потенциального жилья. По итогам встречи были намечены пути выхода из ситуации и сроки решения проблем, мешающих строительству данных домов. Власти муниципалитета обязали ежедневно осуществлять необходимую работу с застройщиками и всеми сторонами процесса, а также проводить подобные еженедельные совещания для общественного контроля ситуации. Максим Белозеров, Денис Павлов, Новости Латкарина. День народной культуры. В этом году семинар «Славянская радуга» уже четвертый год подряд становится одним из самых ярких праздников для педагогов и учащихся школы номер два. Он традиционно проводится в начале весны на масленичной неделе, ближе к концу третьей четверти. Этот день требует огромной подготовки, прежде всего от педагогов школы. Все кабинеты и школьные коридоры в этот день имеют непревзойденную красоту. В украшениях интерьера используется русский национальный орнамент. Все это делается руками детей при помощи педагогов и классных руководителей. Вместо привычной школьной формы учащиеся и педагоги образовательного учреждения наряжаются в русские народные костюмы. В каждом кабинете идут открытые уроки. Учитель в этот день ведет свои уроки, опираясь на тему праздника. В классах сегодня идут открытые уроки. Каждый учитель подготовил свой урок, свой предмет с учетом национального компонента. Некоторые учителя ведут предмет вместе, например, литература, история, технология, изобразительное искусство и так далее. Мне кажется, это очень интересно, тем более в такой праздник и учитывая его тематику. У нас традиционно на этом мероприятии еще и проходят концерты. И ежегодно каждый класс старший совместно с младшим готовит концертный номер. И начиная с третьего урока в актовом зале идут концертные номера. Третий, четвертый, до шестого урока проходят концерты. Каждый класс участвует в этом празднике. На каждой перемене учащиеся старших классов организовывают игры для всех участников школы. А одна из больших перемен обязательно посвящается прикладному искусству, народному творчеству. Дети, которые сами умеют вязать, вышивать, ткать на станке, плести кружево, выжигать, показывают свое искусство. На переменах мы играем в различные игры, которые также играли на Руси, в Ручеек, в Бояр. Также у нас проводятся тематические уроки в классах, в кабинетах. Также все учителя, ученики тоже переодеваются. Мы кушаем блины и чтим традиции наших предков. Вам интересно все это? Да, очень. Это очень весело. Ждем каждую перемену с нетерпением. А вы как-то к этому празднику готовитесь? Да, готовимся. Мы делаем украшения для школы, учителя с нами готовили мероприятия к этому дню. Ну и все потом это происходит на больших переменах. На переменах дети знакомятся с русскими народными играми и многие впервые узнают о том, что это интересно и увлекательно. Мы празднуем праздник Масленца. Нам дали петушки на палочке и, наверное, сейчас будем есть блины и крабай. Тебе нравятся такие мероприятия? Да. У нас праздник, все наряжаются в костюмы красивые русскими народные. И у нас была игра «Что, где, когда», и мы заняли второе место, с нами соревновались взрослые. Они получили первое место. Пекли блины, заготавливали еще что-нибудь. Мы учили танцы, учили песни, потом их пели. Вам нравится, когда в школе проходят такие праздники? Да, потому что уроки короткие. А мне еще нравится, потому что можно беззаботно повеселиться и получать угощение. И еще можно приятно провести время. Мне нравятся эти праздники, потому что приходят гости, мы рассказываем стихотворения, это весело, танцуем, ну и много чего делаем. Начиная с третьего урока все классы показывают концертные номера. Каждый старший класс совместно с младшим подготавливают номер, включающий песни и народные танцы. Почетными гостями праздничного семинара были заместитель главы администрации городского округа Латкарина Владимир Хромцов, начальник управления образования города Юлия Двойнева и настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы Иоанн Шередекин. Каждый год проходит этот праздник, собирается вся школа, одевается в русские народные костюмы. Это день русско-народной культуры. Как бы проводятся уроки по тематикам этим. Играется в игры на переменах, играет музыка. Как бы развлекаемся как можем. Все-таки школа номер два, наша любимая. Главная цель праздника – возродить интерес к русским фольклорным традициям, сделать глубокой духовной потребностью освоения и передачи многовекового опыта народа через формирование положительного восприятия народного искусства. Валерия Федотова, Алексей Устинов, Новости Латкарина. Согласно поручению губернатора региона Андрея Воробьева, в городе Латкарина стабильно выполняются работы по ремонту дорог и ямочному ремонту во дворах. Программы, разработанные несколько лет назад, дают свои реальные результаты. За последние три года отремонтированы все основные дороги муниципалитета. Только в 2019 году полностью асфальтовое полотно поменяли на трех муниципальных дорогах и одной областной. Вначале ремонтные работы прошли на улице Парковой от железнодорожного переезда до поворота в сторону Тураева. Следом дорожные работы прошли на улице Ухтомского, проезде Гонора и улице Ленина. Следующим этапом стали внутренние дороги, Песчаная, Первомайская, Проезд Горбачева и Центральная площадь города. Плюс пешеходные тротуары и ямочный ремонт. По итогам работы заасфальтировано более 25 тысяч квадратных метров территории во дворах. В рамках безопасности дорожного движения выполнены работы по установке пешеходных ограждений на центральных улицах. Проведено оснащение нерегулируемых пешеходных переходов дополнительными источниками освещения. На этом у нас все. Смотрите нас каждый понедельник, среду и субботу в 16.00 и в 22.00 на телеканале МИР24. До свидания. Продолжение следует...